Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешно. Номер 443, события дня. 2 Коринфянам 3,17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. На 27 февраля 2017 года. Ну и объявление о утренней молитве, я вот тормозну, а вы сами себе задержите и просчитайте. Вот так. Дальше. Андрей Александров наше видео выставил. Александров, никогда не думал, что можно так прочитать. Александров, значит Александров. Почему у тебя все выворачивается так? Александров. Конечно Александров. Татьяна Ж. Наше видео выставил, специально показать, поблагодарить его. И выставляет, притом много. Татьяна Ж. Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихоныч. Спасибо вам большое, что прислали канон Андрея Критского. Низкий поклон вам, Татьяна. Дальше. Вам, Татьяна. Ксения Юрова. Игнатий Тихоныч, вы каждый раз каким-то чудом предваряете или освещаете важные события в моей жизни. При выходе из храма после принятия причастия 6 января получила от вас весточку в скайпе. Затем перед Днем Ангела 5 февраля причащалась и тоже при выходе из храма вы прислали фото Галины Загуляевой с детками. А теперь только я открыл канон Андрея Критского. Как вижу ваше послание, вы не представляете, какая радость для меня посетила и укрепила в молитве. К таким совпадениям ну никак нельзя остаться равнодушным. И, конечно, их нельзя назвать никак иначе, как промыслом Божиим. Слава Господу! Спасибо, Христос! Эфига. Я ничего этого не знаю. А где-то что-то Господь делает так. Я понимаю, когда враги наши это считают, они говорят, но главное, у них и люди-то есть, которые интеллигентные лица, то есть лица разбирают какие, и они его слушают, это на меня. Да причем тут я, Бог делает-то. А они еще за это время выстрелили, да ничего нет. Но выстрелили, ролик похвулили, ролик остался. Бывает, 300 лет с места не сдвигается, как покаяние перед старообрядцами. А теперь гнали, и нам советская власть теперь нахлобучила этот железный колпак. Считаем дальше. Юрий Соболев. Благодарю за ценные духовные материалы, дорогой Игнатий Тихоныч. Сегодня весь день думаю о вас, как будто спиралью или зигзагом устроила себя сегодня моя мысль. Всякий раз возвращается к мысли о вас, о молитве о вашей общине. Сегодня слушал беседу отца Геннадия Фаста об Исааке, где он высказал интересные мысли о том, что Исаак сам не сделал ничего великого и оригинального, но выступил как закрепитель и транслятор веры и дела Авраама. Батюшка привел далее несколько примеров из жизни. Говорят, что и настоящая миссия невозможна без ярких Авраамов и хороших Исааков. Ну понятно, что Исаак ничего не сделал, это не так. Там, где у них, это не глиняная почва, очень трудно с колодцами были. У них борьба была. Он копал, у него отнимали. Да, новый колодц и копал. Он колодцами проставился. Терпеливо ждал, когда будет потомство. 20 лет молился за жену. И ничего не было. Он показал большую веру. И как раз Исаак, который дрова нес, его сравнивает со Христом Златоуст, который на Голгоф унес, когда в жертву его уже хотел отец принести. Дальше. Я сразу подумал о вас, и об отце Геннадии, да и о себе. Хоть мало-мало и весьма скромно, но и я, если и претендую на что-то, то на такую вот роль транслятора по милости Божией, и истинного православия Слова Божия, которого сподобил приобщиться Господь через ваши труды. Да благословит вас Бог, дорогой Игнатий Тихонович, и тех людей, что обретает дивное дыхание Слова Истины через ваши книги и канал. Сегодня смотрел очередной выпуск и видел новые сообщения, просьбы о приобретении книг. Храни вас, Христос, приятного поста. Все. Рахиль Загидулина. Батюшка, вы говорите, что молитесь 7 минут. Но я засекла, и получается минут 30, если еще добавить ваши речи при молитве. Игнатий Лапкин. Это вы засекали утреннее правило. А я говорил раньше не об этом, а о семикратной молитве так. В Соломство 18, 164. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. 1 В Солоникийцам 5, 17. Непрестанно молитесь. По молитве Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Дальше вон три святой идет. Читать это все? Да. Прочитайте. Я могу пройти вперед сюда. Как это считается? Молитва Три Святая. Вот. Отче наш. И далее. Далее 100 поклонов поясных или земных по силе и по возможности. На эти молитвы Три Святой со 100 поклонами уходит не более 7-10 минут. 7-10 минут? 7-10 минут. Не скобри языком, просто непонятные слова. Так. И таких молитв не менее 7 раз в течение бодрствования. Рахиль Загидулина. Понятно, храни вас Господи. Я вчера случайно что-то там смотрел, и мое стихотворение попало. И я его другим разослал. Считаем. Сын подрастает, явный хулиган. И пакостник такой, вокруг не заскучает. Не где-то, а в семье христиан. Куда везти его? В Дивеево и в монастырь Почаев? Растет подобие чудовища, отродья. Накачивает мускулы, пустеет голова. Родители хорошие, наказывают вроде. В дому не заводились похабные слова. Ублюдок, столько зла за ним перечисляли. Он втягивает в душу отборнейшее зло. Какими дроковыми жаркими углями Сам и его вас сокрушит же злом. Где пропустили, опоздали малость. Грех незатейливый, воспринимая в шутку. Ходил ребенок в храм. Что приключилось, сталось. Теперь же не заглянет с нами на минутку. Где он ночует, как проводит время. Кто сотоварищи его разбойных дел. По сорнякам в болоте сеет семя. По малолетству дважды отсидел. Всем наяву не тяжкий сон приснился. Пытались мы воспитывать без розги и ремня. Слезой он не мочил своих ланит, ресницы. Глаза теперь на мокром у матери меня. Стыд непролазный, сран. Выходит, я подельник всех-всех беспутных дел. Отчрелся моих отростки. Тяжелые похмелья не в первый понедельник. Упрямому тельцу не сокрушали кости. Мой сын загадил пруд. Соседу окна выбил. С ногами грязными забрался на скамейку. Допрашивал, молчит. Замкнулся, словно рыба. Закон мирской гласит. Порой таких не смейте. Теперь его лупсуют в милиции не всуи. Жалеет, что родители не драли по любви. Заматеревший грех вошел в сажень косую. Непокорив их, буйных, сам Бог велел убить. 29.06. На стихотворение тут же отзыв поступил. Владимир Галиндухин. Миром, Игнатий Тихонович. С постом вас приятно. Благодарю вас за духовную заботу. И ваши ссылки на канал Андрея Критского. А также ваше стихотворение о сыне. Весьма актуальное. Особенно в наше время. Вижу, как исполняются написанные вами строки реальной жизни. Очень печально видеть, как юные души избирают себе путь, ведущий к погибели. Пусть благословит Господь всех вас на пост и укрепит телесно и духовно. Спаси Христос. Ну вот теперь что нужно показать? А я-то даже не включил этих, значит они ушли. Никого и нет, наверное. Или ждут кто-то. Никто и не сказал даже. Видишь как вот. Я забыл, и вы тоже не видите, не включено было. Ну ладно. Теперь я покажу наши ресурсы. Какие у нас есть. Это мой мир. Я очень люблю эту систему. Вот даже можно увидеть, что последнее здесь у меня есть. То ли нет. Это номер 435. События дня. Это перенесенное. Нет, все перешло и занятия. Все перекачалось. Дальше. Как это выглядит показать? Вот она. Есть я с голубем, но то нет. Где с голубем? Там это контрольно идет. А именно вот здесь можно писать, переписывать. Теперь. Второе это. Вот что же это у меня? А, да ничего, это выключить надо. Теперь. Вот. Ленточный православный форум. Очень большой. И большой у нас православный видеоканал открытым оком. Даже не знаю, сколько у нас тут чего есть. И большой православный сайт во свете Библии. Ну вот сегодня мне попался такой материал. Я хотел озвучить его. А специально сохранил страницу. Что это? О чем сожалеют люди на смертном адре? Откровение медицинских сестер. Там наша сестра живая, нет? Послушай, о чем жалеют перед смертью. Считай. Вот они лежат, умирающие. Считай. К сожалению, до сих пор человечество не избрало, изобрело эликсир бессмертия. Или хотя бы, можно побольше это сделать. Ну ладно, считай пока. Надежное средство, надежное средство, которое продлевало бы жизнь. Поэтому смерть это неизбежность, которой каждому предстоит примириться. Однако при этом очень многие люди перед смертью начинают сожалеть о том, что они не успели сделать или сделали не так. Ведь сестры, которые заботятся об умирающих, рассказали о том, какие упущенные возможности чаще всего приходили на ум пациентам, с которыми им приходилось работать. Ну, увеличить это я могу увеличить, но она не захватывает картинки-то. Представь, как это наглядно показывается. Теперь вот показывают облака, как бы ангелы все. Я пытался это ночью сделать. Дальше. О чем сожалеют на смертном одре? Ну давай сегодня, пока мы не умерли, будем делать это, чтобы потом не жалеть. Что именно? Именно этот вопрос был задан медсестрам, которые работают с умирающими пациентами. И они рассказали о том, какие сожаления чаще всего посещают людей, за которыми они ухаживают. И чаще всего люди сожалеют о том, что не смогли прожить жизнь, сохраняя верность себе. Себе? Верность? Даже не другим? Они сожалели о том, что старались соответствовать ожиданиям других людей, но забывали о том, что хотели они сами. И в итоге большинство из них не приблизилось к исполнению хотя бы половины того, о чем они мечтали. Я не буду жалеть об этом. Я никогда не думал что угодно патриарху, президенту и говорил, и на душе свободно было. А нет, вот такой-то, такому угождать буду, тут промолчу, смертный час будет. И вот умирает, видишь, как показывает какой человек, он фонарем его освещает. Дальше. Меньше работы. Очень многие мужчины сожалели на смертном Андрея о том, что они слишком много времени уделяли работе. Вот так. Они хотели бы все изменить, тратить больше времени на семью, на свои интересы. Но, как в большинстве случаев и бывает, люди проводят за работой всю жизнь, а затем им остается только сожалеть о том, что они не смогли достаточно повеселиться. Конечно же, женщин также посещают подобные сожаления. Но гораздо реже. Не потому, что им не хотелось бы больше развлекаться, а всего лишь из-за того, что в те времена было существовало разделение гендерных ролей. Это сейчас женщина может свободно устраиваться на любую работу, а мужчина при желании следить за домом и расти детей. Тогда же, в соответствии со стандартами, мужчина приносил хлеб в семью, а женщина была хранительницей очага. Хранительницей очага. Я все вспоминаю. Попал я на небольшой сабантуй какой-то, зашел в краевой суд, а у краевого судьи, у него то ли день рождения, что там краевой прокурор, это все большие звания, генерал-лейтенант. Мэр города там, вот такие люди собрались. Когда почему-то поля не было, при входе, или меня все знали, я каждый день ходил, и я на них попал. Они к себе за стол, стол шикарно накрытые. Я говорю, нет, я говорю, а знаете что, мы сейчас только о вас разговаривали. И вот тебе на. Я говорю, и что? Ну, говорит, мы решили, что более счастливый человек, и мы не знаем. Как? Какой я счастливый-то? Какой? Представитель краевого суда показывает. Вот видите, папки какие, это убийцы все. Я должен теперь смотреть и решать, правильно, не судили. Мне это надо. Вы делайте то, что вам нравится. Вы всегда это делаете. Это, дескать, вас когда судили, вы не отступились, и в тюрьме вы проповедовали, и детским лагерем занимаетесь, и любите землю строить, и боретесь постоянно. Я говорю, это верно. Там председатель юстиции, генерал-лейтенант тоже. Вот как понимают люди. Много погодя в интернете нахожу, один зашел, шел у Хавет, строков кажется, и говорит, ой, я нашел человека, более счастливого не встречал. Профессор. И тоже на меня указывают. Почему? Я делаю то, что мне нравится. Вы вот делаете, насчитываете, видно, что с нежеланием. Ни пафоса нету, ни огня, ну деваться некуда, буду считать. Как разве можно так? Все что-то трете. Ни одного движения, я говорил, пальцами не делать. Устремись сюда, другие нас будут слушать. Теперь будут понимать, что надо больше времени у себя уделять было. Себе. А другие, ну, корми, пои, а что там? Ты делай главное, выполнить назначение. Вот я люблю нести людям благую весть. И мне Бог позволил приобрести машину, денег не было. От Владивостока до Лиссабона пройти Турцию, Прибалтику, Скандинавию, 600 городов и сел. Я делаю то, что мне нравится, а уж это я делаю так, что свое дело не уступлю. До тех пор, пока кто-то не докажет, что лучше меня сделает это дело. Я уже 78-й год доживаю. И чтобы делал с нежеланием, я говорю, 40 лет печи делал, сажа, грязь, глина, а мне нужды нету. Я всегда радовался. Люди встречаются, о, печь у меня топится, вот, дети на полу ходят. Стоит милиционер, чуть не плачет под окнами среди зимы. Печь не топится, замерзаю. А другого квартиры-то нету. Я говорю, зимой-то кто же делает? Я все сделал, уже горячее. Ну, придите. Понимаете, сколько радости можно приносить грязным вот это сажа и прочее. Зачем ты взял? Какая дожит? Менеджер. Хоть 30 тысяч в месяц получает. Да какие деньги там? Что это такое? Менеджер, что это за спектакль? В чем создает-то? Ну, мне кажется, не окрысивайся, когда я говорю. Внимательно слушай. Вот теперь мы видим, это сестры ухаживают за больными, они умирают и жалуются. И вернуть ничего нельзя. Старались больше заработать. Зарабатывать надо много. Я на физических работах 2-3 работы всегда брал. Но на каждой работе одновременно и свидетельство идет. Ну, то, что я люблю. Мне это сильно нравилось. Люди посторонние считают, что ты счастливый. Это действительно так. И далее. Давайте ниже. Большой. Внучка, видно, бабушка или кого целует. Большое количество людей до сих пор живут, подавляя многие свои чувства, чтобы не задеть чувства других. Они молчат, когда стоило бы разозлиться, чтобы никого не обидеть. Молчат, когда стоило бы признаться в любви. Так как не имеют достаточной уверенности в себе. И в результате очень многие на смертном адресе жалеют о том, что не выражали все свои эмоции. Не проявляли свои чувства. Результатом чего становится сожаление о том, что могло бы быть, но уже никогда не случится. Никогда не случится. Вот мои ролики берут, а это 6700 теперь уже роликов. Там вот они два ролика. Можно выбирать. Где-то я сказал какой-то интонации, которая на меня нападает. То есть я показываю, что они не правы. А они меня долбят. Это все пройдет. Но я выражал свои эмоции. Что они слово Божие попрали. Что священники не проповедуют. Что архиерей занимается не тем, что нужно. Я выразил эти эмоции открыто. Не скрыл. И об этом нам с мертвым адрея жалеть не буду. Я пожалею, может быть, даже о том, что слишком высоких людей задевал. В ООН писал. Генеральным секретарям партии. Патриархам всем писал. И теперь я вижу уже плоды. Начинают купели строить. Дальше. Связь с друзьями. Еще одно сожаление, которое преследует практически каждого умирающего. Заключается в том, что они не поддерживали связи со своими друзьями. И это актуально до сих пор. Чем более загруженным и напряженным становится быт, тем проще отпустить узы дружбы. Уговаривая себя, что друзья, в принципе, не нужны. Они только тратят ваше время, которое можно использовать на более важные вещи. Возможно, в ходе жизни человеку и может так казаться. Но перед смертью абсолютно все признавались, что им не хватает их старых друзей. А также в том, что не очень сильно сожалеют, что не поддерживали связи, которые когда-то были очень важны. А ведь на смертном одре... Важны. Решетка важны. Особенно важны. А, важны. А ведь на смертном одре все деньги, которые вы зарабатываете, все имущество, которое вы наживаете, уже не будет играть никакой роли. Останутся только люди, которые вам, как там вы сказали, важны. Важны, конечно. Если не будете поддерживать с ними связь в течение жизни, то и не ожидайте увидеть их рядом, тогда, когда наступит время уходить. Уходить, то есть умирать. Я об этом тоже не буду жалеть. Вот представьте, что каждый год я писал, конвертов посылал, 1200. В среднем 100 каждый месяц. У меня столько друзей было, дверь не закрывалась. И жена такая же принимает гостей. У нас двери открытые все время были. Откуда бы ни ехали. Маленькая холубка, 12 квадратных метров, получили барачного типа. Живем около вокзала. Днем и ночью приезжают люди отовсюду. Как это можно не любить? Еду когда в отпуск, никогда один, 8-6 человек. Уже команда целая ездила. И сейчас в интернете там, ну, это, конечно, виртуальные друзья, но сколько из них настоящих. Вот мы события дня, когда описываем, сколько здесь есть друзей. Новые люди обращаются, задают вопросы, благодарят. Вот здесь у нас было прощенное, чин прощения. Ну, выходят и... Ну, я вышел в сторонке, в коридоре стою. А одна за другой, сестры, братья, я подальше встал тут от дверей-то. Ну, каждый подходит, обнимает, целует, прости, и каждый улыбается. Я подумал, к чему? Бог делает так. У меня фотографии есть, это Фокина, там, на Дальнем Востоке были. Женщина не толстая, ну, такая, говорится, как сахарная. Она вышла, а можно я вас под руку возьму? Сфотографируется. То, что я ей успел сказать, она уже друзья. Можно уезжать, а можно я вас поцелую? Ну, вот это да. А мы едем, везде костер разжигаем, ну, там, варим готовые. И так-то, что говорить, возрастное, земля, пятна свои на лице остает. Я как вспомню, так засмеюсь. Нашла, кого брать под руки целовать. Вот почему? Она расположение увидела. Друзья. Друзья. Самые настоящие, мгновенно делаются. И вот без друзей я ничего нигде не делаю. И друзья что-то купят, где-то одобрят, где-то помолятся. Ну, ни одного шага не могу сделать без друзей. Как это может так? И все время в работе. И вот я теперь слушаю, какое важное они сказали слово, кто у умирающих рядом был. Я об этом жалеть не буду. Считай. Позвольте быть счастливым. Одно из самых распространенных, в то же время самых необычных сожалений заключается в том, что люди хотели бы позволять себе быть счастливыми, когда у них была для этого возможность. Многие люди не понимают простого счастья. Простого. Счастье это действительно сознательный выбор. Поэтому они проводят свою жизнь в ожидании того чудесного момента, когда... Все самое изменится. Я не знаю. Даже я слепой то вижу. Они смогут вырваться из надоевшего быта и рутины. И вот тогда наступит счастье. В этом ожидании летят годы. И многие только на смертном одре осознают, что они впустую потратили свое время. Уже не вернуть еще нельзя. Им достаточно было принять решение и стать счастливыми. Но они этого не делали. Придумывая различные оправдания и ссылаясь на внешние факторы. На внешние. А перед смертью уже поздно что-то менять. И уже не остается времени позволять себе быть счастливыми. Эти откровения медсестер дают обильную пищу для размышлений. Они позволяют вам понять, что жизнь это выбор. И вы сами решайте, как именно ее прожить. Чтобы потом у вас не было подобных сожалений перед смертью. Я люблю птиц. Ну, люблю. У меня три голубя. Я лажу каждый день даже в этом возрасте. Интересно, я люблю собак. Собак. И поэтому нашел какие-то самые хорошие, породистые. Сразу пошел заниматься в уголовный розыск. Задерживаем преступников. Собаку посаживает в вилирный магазин. За мной каждый день заезжает милиция. Мне это приятно, радостно. Я люблю заниматься с детьми. 45 лет создал лагерь. И занимаюсь с этими детьми начальник лагеря. Тысячи прошли детей. Я люблю с людьми все время быть общением. Приезжают родители. Люблю преподавать в разных университетах. То есть я показываю, что это можно делать. Как-то Бог открывает, приглашает на радиостанцию, на телевидение. Я люблю считать. Бог позволил издать 41 книга. 38 только в книжном варианте. Почему? Бог спешит навстречу. Чуть только увидел, что-то не так. А почему ни одного комментария на блаженного фипелакта нету? Позволил Господь издать. Теперь люди получают эти книги, благодарят, выходят. Я показываю всем, кто сегодня смотрит это. Будьте счастливыми. Каждой буковкой вот это вот. Я хочу сказать. Они правы и сестры. Какой опыт передали. А как вы это могли знать, что надо делать? Не знал я этого. Я это чувствовал. А как вы это чувствовали? Молитва. Молитва. Семикратно в день. Вот семикратно в день прославляю. Вы где-нибудь в интернете найдите. 118-й псалом, 164-й стих. Найдите где-нибудь. Я его поднял на щит. Всем показываю, сколько людей молятся. Почему в 4.40 вставать надо? Тут не торопясь, можем помолиться. Я иду с детьми на малину. Молимся. Пошли ягоду собирать. Отдельно молимся. На работу пришли молимся. Люблю молиться. У меня везде открыты отдельные места, где можно скрыться. Ну, где не было. В огородчике пошли купаться. Везде все покрыто молитвой. Я не жалею. А можно было больше? Нельзя. Работа должна быть сделана. Вот здесь мне написали. Сместь с сестрами. Но они не говорят. Сами-то они как. Поняли это или нет. Или все время с умирающими возятся. Родными и близкими надо сказать. Я хочу, чтобы все были верующие. У меня пять сестер услышали и уверовали. Мать, отец, брат стал священником. Я только услышал. Любил море. Сразу же поступил выше мореходного училища. Добиваться с моряками. Знакомиться с капитанами с разными. То есть ты должен двигаться. И поэтому люди, которые тебя считают счастливым, они больше понимают, чем я. Они-то с научной стороны или как-то. А я вообще просто живу и живу. Мне нравится и все. Я нравится, но чтобы не во вред другому. А как правильно поступать? Четыре вопроса. Первый вопрос. Что я ищу, духовного или телесного? Временное или вечное? Что об этом действии говорит Святая Библия? Иметь друзей. Нужно ли быть счастливым? Что говорит Библия? Третье. Что говорит моя совесть? И четвертое. Всегда думать, не причинит ли кому-то это вреда. Вреда. И ты счастлив в этом? Да. Я знаю, что в советское время не разрешали нигде звучать Слово Божие. Насчитал почти 50 книг. Я только маленькие уголки трогаю, где мне Бог позволил иметь это счастье. Нравится это. Мне нравится поэзия. Ну нравится. Какой я поэт? И Господь позволил написать 3467 стихотворений. По 9 куплетов. Как это? Понятия не имею. Я просто призываю людей. Если мне немощному, не имеющим образования никакого такого гуманитарного, и Бог это позволил сделать, то вам больше будет позволено. И все прячется, боятся. Почему? Ну хорошо, мы не патриархийные. Много я сказал слов обличительных. И как Бог взял, какого подает там митрополита? Он близок. Он родной и близкий. Он молится. Он улыбается. Он дает хорошую характеристику. До этого был не такой. Но и тот к нам приехал, служил. Максим Дмитриев. Да благословит его Господь. Ты должен молиться за многих друзей. Вот мы перечисляем, кто с нами молится. Так это маленькое счастье. И всех, с кем мы познакомились. Всех. И вот это для меня, этот материал очень ценный. Не знаю, как он тебе. Я его выключаю навсегда. Не нужно ничего повторить? Ничего не нужно, да? Теперь мы переходим на наш сайт. И в этом сайте мы проходим сейчас суды. Суды, это как я судился. Это полезно для некоторых будет услышать. Ctrl-A, Ctrl-L-S, скопировал. Вот видишь, там это не отразилось. Теперь все время надо увеличивать. 33 минуты еще. Теперь на 20 размер вывожу. И будем считать. Пожалуйста. Считай. Так, вопрос 2210. 9-й том открытым оком. Дали ли вам выступить на телевидении, как присудил суд? Суд присудил. Ответ. Вот таковы мои требования. Но дадут ли что? Это еще вилами на воде писано. Вилами на воде написано, вилами. Везде засилие коммунистов. Они страшно злые на меня и готовы сожрать меня с потрохами. Поживем, увидим, как Бог даст. И дальше. Исковые требования здесь, кавычки открываются. Исковые требования ГТРК Алтайп. Уточненные по требованию суда. Прошу биять. Обязать ГТРК. Не надо это так. Так не считают. Посмотрим, что суда никто не слышит. По требованию суда. С судом разговариваем. Прошу обязать ГТРК. Разрешите мне выступить по их программе именно в той же пропорции по времени, сколько они порочили меня в двух фильмах. Пролог, легенды и реальность Лавриненко. И по программе Прокофьевой на лестничной площадке. А Сергей Николаевич, что бывший летчик. И Ирина. Вот как может быть распределено это время. Это я все пишу в заявлении. У меня есть фильмы Новосибирской киностудии ОБИ. Режиссера Малашина. Юрия Николаевича. Гласа Пиющева или Второе Крещение Руси. О лагере Стане и о деревне Потеряевка. Этот фильм около 10 лет назад показывали на ГТРК Алтай. Они к нему были расположены и брали у меня и у Малашина тогда интервью. То есть на ГТРК Алтай брали интервью. Фильм 45 минут. Остальные 17 минут они могли бы заранее снять меня. С отдельными кадрами наших съемок в деревне и в лагере. Фильм и кадры теперь предоставляют суду сегодня же. В небольших вставках я расскажу о решении суда. Помянув о причинах, побудивших их снять этот фильм. То есть они против лагеря были, я говорю, а там фильм есть. Покажите это людям-то. Выдержки оттуда наберите. Поисковое моё заявление. В коллегию ГТРК Алтайского краевого суда, который находится в этом деле у суди. Я проповедник с 40-летним стажем и заранее никогда на бумажке не составляю проповедь, а вот только так на конспективно. Чтобы они не опасались, что я что-то скажу в эфир не по плану. Всё это заранее можно записать и тогда этим материалом оформить весь фильм, сделав вступление и заключение к фильму, указанному выше. То есть краевой суд меня обязал написать, как вы видите, как это будет выглядеть. Я им пишу, как заранее написать. Могу предоставить краткий план выступления. Первое. Рассказать о том, как появлялись фильм и передачи обо мне и о нашем лагере, о деревне Потеряевка. Второе. Вспомнить основные несоответствующие действительности и характеристики нашей общины, деревни, лагеря и мои. Тоталитарная секта, раскол, жестокие порядки в лагере, нарушение прав человека и подавление личности. Третье. Рассказать о том, кем я являюсь на самом деле в соответствии с регистрированным устам общины, деревни, лагеря Стана. Объяснить мою роль во всей этой деятельности верующих нашей церкви и кратко рассказать о себе. Четыре. Заключение. Рассказать о том, что мы проповедуем личное общественное покаяние во Христе. Возрождение России на основе православия. Призвать всех слушающих, верующих и неверующих к честной добросовестной жизни сказать о недопустимости никакой лжи. Только в этом случае у нашего общества появится шанс выжить. Подпись Лапкина-Тихон из 26.3.2003 года. Когда же прошел суд, на то на ГТРК так отмазались от меня. Они все указания суда и пристава построчно титрами прогнали по экрану, а диктор читал, озвучил. Все. И еще и на это их руководство бурщало. Была у нас нынче в лагере Стане из Англии председатель Кейстонского института Ксения Дэннона. Англиканка. 38 адрес короче. Да. У них там за эти поношения выложили бы миллионы фунтов стерлингов. Стерлингов. Вот так. Стерлингов. Да. Какие мы все-таки разные, разные. Остоптанные пятки до самой макушки. С женою Адам не спросясь на проказе ли. Не грех за такое надрать бы им уши. С тех пор искривило, пошло и поехало. То желтый, то черный ребенок родится. Обкуренным ладаном, охни да смеханом. Попробуй прожить без смертельного риска. Напротив каждой строчки место Святой Библии. Откуда взята эта мысль? Но в совесть к бессовестным как застучаться? Поведать о замыслах Божьих, о нас. Нам Библия молча кричит о несчастьях тому, кто поверил мечтательным снам. Кого-то прославят святым или Богом. Кого-то антихристом вдруг назовут. И ров впереди беспредельно глубокий. Пройти через крест после тысячи мук. Так. И придут обязательно белые, красные. Великим и малым давать здесь отчет. Нечистого места срамные, заразные. Река из огня на суде потечет. Теперь разделение лишь вправо и влево. На вечную радость и вечную муку. Уликующих сон мы спасенные девы. А всем не спасенным в нагрузку разлука. Крещение всем, кто поверил Христу. Принял его лично своим избавителям. Дается одежда по росту к лицу. Такие похожие стали там жители. При жизни Иисус в них вполне отразился. И это подметит любой, кто их знает. Утес опрокинет младенец мизинцем. Второе рождение совершилось или с нами. Какие мы все же родные, похожие. На свет, на родник, на Христовы уста. С ним нет невозможного. Он нам поможет. И мертвый из праха сегодня восстанет. Так о чем? Не знаю. В суд какой-то там. Так, в суд. Тогда пиши. В суд. Выступление в эфире. Так, снова. Ага. Теперь. Это суды. Сколько это все надо было составить. А тут готовое прочитать. И то время надо. Вот хорошо можно взять. А там рисунки были. Я их не мог перетащить. Пытался что-то сделать. Ничего не получается. Дальше. Опрос 2211. Девятый ртом открытым оком. Вы говорите всегда, что нужно быть благодарным не только Богу, но и людям даже за самое мало их добро по отношению к нам. Да. Ну вот вы выиграли все 4 процесса против безбожных властей. Как вы сумели отблагодарить судей, которые, хотя вам и не подыгрывали, но все-таки все процессы были непростые, а политические. И так благополучно закончилась ваша победа. Понятно людям, чтобы процесс за процессом против таких мощных организаций. Это только здесь. Это московский комсомолец МК на Алтае. Какие-то там профессора задействуют. Еврейская организация ВНЗР. ГТРК, то есть законодательное собрание. Это на одного человека, и ничего не могли сделать. Я в этом испытываю счастье. Ответ. Ответ. Больших людей трудно облагодарить, но в то же время и просто. Трудно, потому что они богатые, и их не удивишь и богатыми дарами. А у меня нет ничего, кроме минимальной пенсии 800 рублей на сентябрь 2003 года. И легко, потому что они редко слышат божественные. И всегда так искренне рады, когда к ним по-человечески и от сердечной радости передаешь благодарность самую незначительную. Вот судьи-то благодарить труднее всего. До окончания суда нельзя, как бы не было истрактовано, как взятка. А после суда тебя уже завихрило и вслед простыл. Но я и тут и ухитрился отблагодарить вот так. Ну вот как отблагодарить, видите, какие мне вопросы. Это в университетах, где я вел занятия, техникуме, во всех отделах милиции. Их тоже это интересует. В парковой прокуратуре, везде я вел занятия, религиозные встречи. И вот у людей такая мысль, вы говорите, это видно, вы благодарите. Но у меня тогда не было книг. Книг не было своих. А книги не вводят во взятку. Все, что есть во взятку, можно приписать. Книги нет, ну конечно, не бриллиантовые корочки. Я теперь всех благодарю, еду, книги дарю. Всех нашел. И последний вот этот судья, который нынешний летом, в 2016 году судила, Зарецкая или как ее, найти. Прошу найти ее, где она, в каком суде работает. Что Роспотребнадзор не мог ничего сделать. Она все это сделала, как положено, по правде. Я обязательно должен ее найти. Один человек, которого не могу найти. Вот, теперь, кавычки открываются. В краевую коллегии суда, квалификационную комиссию. Мне приходилось очень много судиться с безбожными властями и их криворетами. Это я пишу. Когда я, как политзаключенный, православный христианин, вернулся из лагеря, то стал добиваться возврата всего, что было похищено у меня по указке КГБ. Стоимость всей созданной мной религиозной фанатики оценивалась в 11 миллиардов рублей. Через 11 лет суд присудил мне одну двусотую часть всего. После этого на меня устроили травлю коммунисты во главе с Петренко. Владимир Аспельгеевичем. Бывший секретарь по идеологии КПСС Алтайского края. Это значительная величина. А потом в законодательном собрании он был. И подключили для этого средства массовой информации. Участвовали в травле МК на Алтае и ГТРК Алтай. Четыре процесса по защите чести и достоинства и деловой репутации я полностью выиграл. Это я пишу в коллегию Краевого суда. Помогли судьи. Субуков, Сухарева и Михайлова. Судья Центрального районного суда. О ней и хочу сказать. Она закончила трехлетний процесс против ГТРК. 12.03.2003. В это дело его к окончанию можно взять в учебники для молодых. Кто хочет жить честно и быть настоящим судей. На судей, судей чрезвычайно много всегда нареканий везде. За их продажность, их зависимость, их безмозглость. Вот как Бог в Библии свидетельствует против судей. Я пишу в Краевое, пишу безмозглым и называю, и все. А пишу в Краевую коллегию суда. Как они считали-то? А потом мне уже находятся люди расположенные к нам, говорят, считали, как их корежил, а потом смеялись. А потом смотрели друг на друга и, говорят, хлопали друг по плечу. Наконец-то нам правду сказали. Дальше. Сафония. Судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Вот они прочитали, друг на друга посмотрели, покачали головой. Михей. Михей. Кто ничего не кладет им в рот, против того объявляет войну. Надо знать, где это написано. Псалом 57, 24. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие заставляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, а тут руку матери заблуждается, говоря ложь. Одно дело я говорю, другое дело, если они ничего не сделают, я в Верховный суд подаю, и там все это считают. Мы все молились до самых окраин Америки и Москвы, чтобы Бог дал мудрого судью. И вот, все в руках этой маленькой женщины. Что она может сделать против таких монстров, как КПРФ, КТРК, секты американские? И всюду принаглые злобные лжесвидетели. Да-да, тогда это ей, Господи, добрые мысли, чтобы она зараспутала этот змеиный клубок сговорившихся клеветников и рассея ложь безбожных лиходеев. Я повторяю, это в моем заявлении так все написано, обязательно они считают это. И она поняла все и не поверила этим лжесвидетелям и поносителям истины. Это великое чудо, чудо наших дней. Я нашел судью, еще одна судья была, Жемоедова Нина Васильевна, и ей говорю, как вы могли узнать? А там патриархия против меня выставили, священник выступил, лжет стоит. А я, говорит, и сразу поняла, что они лгут. Вот как Бог делает. Я нашел и побеседовал с ней. А я, говорит, вы знаете, она говорит, я на вашей улице жила. И когда вас осудили, тут милиция ходила и говорила, что вы в 68-й школе, в подвале у вас радиостанция была, с Японией связан я был. Я говорю, не было. А я знаю, что не было. Не знаю, какие существуют формы поощрения, и нужно ли так вот выделять этот факт. То как, по сути, это она ничего особенного и не сделала. Просто на фоне безумства наших дней и множества несправедливых решений в судах, ее поступок так контрастен. Да и выводы в решении суда у нее безупречно хороши. Но нужно все-таки этот факт зафиксировать. И дать ей сложный процесс и продвигать Татьяну Александровну вот на такие непростые споры. Как непросто одолеть злодеев и кто решится на это, если Бог не даст мужества. Сираха 8.6 Это я не знаю, как отблагодарить. Решил он написать, и чтобы они ее отметили и повысили в должности. Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным, сокрушить неправду. Чтобы не бояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою. Ну как думаете, что? Хороший степень. Как-то напали на Степаненко Максима. А я выступил, сказал, он говорит, я бы и сам о себе так не сказал. Вот понимаете как? Надо видеть, где сказать. Повторяю, у меня нет никакого образования. Хотя ей достался уже облегченный вариант, так как краевая коллегия под председательством Пороскун. А это жена прокурора края, Пороскуна Татьяна. Уже дала направление, как первая инстанция. Должна окончить расследование. Но все-таки, какая госпожа Михайлова молодец. Да-да, воздаст ей Бог милостями своими. Отметьте ее обязательно. Об этом молимся все. Ее телефон 24405. Любит, не любит, таинственно губы, шепчут, срывая губя лепестки. Гадает о счастье несчастные люди. Как знать, может, правда полюбит, простит? Рвут одуванчики или ромашку. Но любит ли Бог нарушителей слова? Когда всем ветрам и грехам нараспашку. Когда искусителя принять готовы. Любящий Бога, умей ненавидеть. Зло за рождение зла и злодея. Таким чувствованием не бойся обидеть. Того, кто у дьявола вечный подельник. Люби, не играя любовью, как сексом. Умея жалеть и врага своего. Законом Христовым натянута сетка. От мыслей москитов бросай их в огонь. Умей ненавидеть все то, что мешает. Быть верным Иисусу библейским словам. Слышать уметь и не только ушами. Рассматривай надвое все пополам. Любить, не любить. Вопроси Его и Бог. Он во свете священных словес сумеет рассмотреть, что сокрыто под кровом. Вначале предвидеть, какой там конец. Любить, ненавидеть. Любить, ненавидеть. Любить или ненавидеть. На двое все. Ну я старался так. Любить, ненавидеть. Любить, ненавидеть. Не знаю. Да я сказал. Любить, ненавидеть. Любить, ненавидеть. Шуршат лепецки. Книга главы стихий. Когда Дух Святой в наше сердце приедет, отсветит, отделит от мира стихий. Был вечер, но будет когда-то и утро. Совет твой оценит и недруг недобрый. В рассе у советника черные кудри. И пятится тень по ступеням, что кобра. Бог любит живущих премудро и чисто. С ним рядом разбойник, но благоразумный. Слезой раскаяния рассинка искрится. Мир плюнет в глаза и ославит разутым. О разутом мы говорили сегодня, что такое есть. Так. Суд. Благодарность судьям. Снова. Контрл-С. Скорее надо увеличить. Это уменьшить, сказать. Видишь, как она открывается не на полную, потому что туда не выскочила почему-то. Сколько здесь вот всего. Кто занимается таким, я не знаю. Прошлое, что было так классифицировано под вопросами, под номерами, по томам. Я в этом нахожусь счастье, что другим могу это передать. Считаем. Опрос 2477-й, 11-й том, открытым оком. Когда вы с коммунистом судились за его клевету на вас, то судья назначил экспертизу по важным вопросам, где нужно было компетентное заключение специалиста в определенной области. В чем заключается такая экспертиза и как конкретно она выглядит? Видите, люди не знают. И вот это суд надо мной был, а люди в университетах все заинтересовывались. Ответ. Судья попросила провести лингвистическую экспертизу. Что и было сделано. Кавычки открыт. Комитет по образованию администрации железнодорожного района города Барнаула. Ну дальше, средняя образовательная школа, 68-я. Отзыв. Отзыв об образе героя повести Морозова. Полюшка Поля. Это бывший секретарь компартии по идеологии написал книжонку и меня всячески выставил. Что я в Потеряевке заходил с женой в класс, учительницу отталкивал и по рядам шел и Библию раздавал. Пришлось сына ее искать, он профессор или доктор исторических наук Саша. Кроме того, достать все справки, оказалось, что деревни уже не было 3 года. Не было. Пустырь был. В годах ничего не сошлось, когда приезжал секретарь, а это вызвали, все это допрашивали. Далее. В классе было 3 ученика. Какие ряды? Библии вообще не было. То есть вообще ничего не надо было доказывать. Дальше. И вот теперь я попросил дать кого? Ну это учитель такой известный. И он дает, директор. Он говорит. Я не буду говорить о художественных достоинствах повести Николая Морозова, потому что уже самоопределение жанра повесть противоречит литературной форме полюшка-поля. Это скорее мемуары, то есть воспоминания, при том и ностальгические, об ушедшей однопартийной эпохе. Какие-то. Виктор Яковлевич говорит, да воздаст ему Господь милостями своими, если он живой. Ничего оригинального, самобытного в повести, кавычках, повести нет. Все события укладываются в мировоззренческие рамки коммунистической идеологии. Отсюда вывод. Полюшка-поля вещь, которая не заслуживает внимания как литературное явление. Эта повесть вещь идеологическая. Именно с идеологической точки зрения надо судить об образе Лапкина. Конечно же, этот герой, герой отрицательный, конечно же, положительный герой матросов, должен победить в вочной схватке этих двух людей. Матросов это Морозов, он себя под видом матросовом показал. И победить последний должен уже именно потому, что учение Маркса Ленина по религии, кавычках, единственно верно, оно не допускает конкуренции, потому что лежит в основе советской власти, а потому само есть власть. Советская литература страдала схематичностью уже потому, что делила героев произведения на своих и чужих, вернее чуждых. Естественно, Лапкин в качестве отрицательного персонажа должен был выглядеть так безобразно, чтобы народ отшатнулся от него, вернее не от него, от его мировоззренческих устоев. Вот на меня нападают попы, сегодня они как коммунистическое отродье, все так и делают. В студиях сидят, там Дудины разные, Скоротовские, Самсоновы, вот они как раз и есть такие. То есть ничего нового образом Лапкина Николай Морозов не открыл, ничем новым не удивил, а потому скучное впечатление складывается не о герое повести, а о самом авторе. Какого же Лапкин, которого так лихо развенчал товарищ Матросов? Надо понимать Морозов. Автор Морозов, а герой там Матросов. Во-первых, наглый тип, читаем, кавычки открыты, Лапкин и его жена вторглись в класс без всякого разрешения во время урока. А отстраняли, надо полагать, применяли насилие, учительницу от стола, дуэтом, ишь как спеклись мракобесы. Спелись. А, спелись. Спелись, на счет ты. Начинали свои проповеди. Далее педагогу приходилось объявлять внеурочный перерыв и предлагать детям немедленно покинуть класс. От три ребенка до четвертого класса. То есть никакого предела нету во вранье. В данном случае стилистически верным было бы, кавычки, приказывать детям немедленно покинуть класс. То есть то, что есть, это показатель неряшливости, а может быть безграмотности. Во-вторых, Лапкин имеет отталкивающую внешность. Кавычки открыты. Худощавый мужчина. Бледное, как поганка, изможденное лицо. Лицо, в кавычках, поросшее. Бородка редкая, вишая. Речь скороговорка. Лапкин постоянно растерян и в замешательстве. Постоянно язвит. На большее не способен. Он от себя говорит. Вставляет слова в скобках. Дескать, на большее он и не способен. И вот, который на меня нападает, вот эти осколки пятого отдела КГБ, патриархийные, они точно так и делают. Всегда. Это прерывает размышления. Кстати, слово размышления очень неуместно в данном контексте. Он нервно ерзает. Его подбородок судорожно дрожит. Совершенно бессмысленное сочетание слов. Это он уже говорит, кто дает основания. Матросов, как положительный герой, разоблачает кликушество. И выглядит очень достойно. Он спокоен, не придает никакого значения репликам Лапкина. Он задумывается, ясно строит свои мысли, интересуется, просит не увлекаться начетничеством. Матросов настолько убедителен, что даже брат Лапкина уверяется в его правоте и выносит приговор проповеднику. Это он у нас такой усердный. То есть, если три года не было потеряевки, никакой встречи не было, брата не было, и это свидетели были, какой отец к отцу заехал, а на фотографии показывает, он не может узнать, выше меня или ниже ростом-то. Он говорит, выше, а на фотографии стоит ниже. То есть, ложь, непрерывная ложь. Все бы ничего, если бы мы вели в этом отзыве речь о литературном герое Лапкине. Но дело в том, что на страницах 240 до 250 идет нелицеприятная речь, похожая на донос на реально существующего человека по фамилии Лапкин, который родом из потеряевки, уничтоженный коммунистами Мамонтовского района, Алтайского края. А это уже оскорбление, посягательство на честь и достоинство такого же гражданина России, как и товарищ Морозов. За такое раньше вызвали на дуэль, хотя коммунист Морозов вряд ли на это понимает. Он не личность, он винтик из спортивной машины, он живет не в 2004-м, а в году это к 37-м. Это значит, в 2004-м суд у меня был. Я знаю Лапкина Игнатия Тихоновича очень давно. Знаю много его добрых дел, его ум, его интеллект. Он не фанатик, он подвижник и уже из-за этого достойно уважения. А что касается Морозова, то ему нужно перенести извинения Игнатию Лапкину и запомнить, что истина не подвластна человеку. А дорог к ней много, и у каждого из нас своя дорога к ней. 5 декабря 2004 года. Член-корреспондент Академии национальной безопасности, почетный работник общего образования РФ, учитель высшей категории, директор школы номер 68. Виктор Яковлевич Торшин. Все, кавычки закрыты. Мнения людей не нашего круга, а нас могут быть диаметрально противоположными. Одни нас хулят, а другие могут и одобрительно к нам относиться. Так они не загубили совесть в себе. Среди таких еще и не церковных людей есть даже люди благочестивые. Знаю, что многие верующие с этим могут и не согласиться, но это так. Многие еще, находясь в миру, были готовы стать христианами или даже монахами. Деяние 22.22. До этого слова но слушали его, а за си подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Деяние 24.5. «Найдя сего человека язву и общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси». 25.25. «Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти». Осия 6.4. «Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса скоро исчезающая». Деяние 10.2. «Благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Это деяние. Иаков 1.26. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, то обольщает свое сердце у того пустое благочестие». Иаков 1.27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Это я уже свои эпиграпы дал к тому, что впереди было написано. И далее. «Пыль оседает, можно рассмотреть, кто там за бруствером в траншею к нам ломился, науцкивал поганых и зверей, а пресники выбрасывал, травился каким, кислым там». Да. «О Библия, о Слово и Еговы, хранительница в бедах и победах, тебе склоняйся нежно и сыновне, с тех пор, как глав стихов твоих отведал. Хотя бы сон монахов угрожал, дробящих мощью в монастырских кельях, не устоять им их сомнет скрижаль, раздавят заповеди, о которых пели». Не Библия по храмам во главе, но типиконы, треба и кружения переманули в Ветхозаветное в Новый Завет, и нет о том ни слез, ни сожаления. Перелицована и проповедь Христа, отвергнуты апостолов наказы, предания, как опухоль киста, из ели, жизни нет, сразлись с проказой. Развеян дымка дильниц обгорелых, провал кореев шахты назовут, На те же подвиги вновь устремлены смело, попыл же православные, их допекает зуд. Завеса, пелена, спадет не скоро, авторитет Писания еще не восстановлен, уметь разоблачить волков лютейших свору, да свалиться с высоких колоколен. Мамона желтоглазая жирует, на грошике от крестиков и свечек. Откройте ж Библию с молитвой, вымыв руки, отстребролюбие утробы вам излечит. Заглохнет злоба под церковным сводом, когда полюбите библейскую премудрость. Пускай щедро хлеб в народ по водам, плывет корабль-церковь новозаветным курсом. 13 декабря. Да, суд, экспертиза. 58 минут. 58 минут. Ничего, еще одну запишем. Не имею, чтобы будет. Так, 58. Только небольшую на тихо. Небольшую, а какой есть, там я не выбираю, подряд идут. Вот оно где. А там мы где-то пропустим что-то, сделаем. Ctrl-S. Прыгать через одно. Это мне тогда путаницы, как правило. То забыли, то что. И как. Ctrl-V. Активируем. На размер 20 садим. И вперед. Вопрос 2480. Когда вы обращаетесь в суд, то какие нужны документы от мирских организаций? Ответ. Когда нас клеймят секты, да еще и тоталитарные, то мы должны, мы должны же что-то в ответ сказать. Вот один из официальных документов, имеющих юридическую силу, и суд это учитывает. 9 декабря 2004 года. Номер 4. Министерство юстиции Российской Федерации. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю. Справка. Справка, которые на меня нападают, говорят, что это литарная секта. Слушайте внимательно-то. Я с вами не связываюсь. Вы уже все проиграли. Дальше. Религиозная организация «Община православных христиан» в честь священно-мученика Анфима Некомедийского посела Потеряевка, Мамонтовского района Алтайского края, Ишимско-Сибирской епархии Русской Православной Церкви за границей зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 21 июля 1995 года. Регистрационный номер 117. Религиозная организация «Крестовозвиженская община города Барнаула» Ишимско-Сибирской епархии Русской Православной Церкви за границей зарегистрирована 6 декабря 1991 года. Регистрационный номер 23. Видите как? Это документ. Слушайте внимательно. Дальше. Так. Обе религиозные организации в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях 14 декабря 1999 года прошли перерегистрацию. После этого мы еще два раза прошли перерегистрацию. В соответствии с требованиями 20 и 26. В прошлом году побудила Роспотребнадзор и полностью перерегистрировали нас. И ничего не нашли. Федерального закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обе религиозные организации в установленный срок предоставили сведения в юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года в регистрирующий орган. За период деятельности вышеуказанных религиозных организаций нарушений требований федерального законодательства и положений уставов допущено не было. Деятельность организации осуществляется гласно. В Главное управление контролирующий орган своевременно и в полном объеме предоставляется информация о деятельности. Работники Главного управления приглашаются на проводимые религиозными организациями мероприятия. Жалоб на ущемление гражданских, социальных, религиозных прав верующих граждан, от членов общин на религиозной организации и их руководителей не поступало. Не поступало. А в Америке, когда-то сидит человек, внук там скуратого душителя, тот знает, душите их, душите, но сатанисты самые настоящие. Вот ответ. Если я подам в суд, то это уже готовый документ. Ничего за нами нету. Ни секта, ни тоталитарная. Дальше. Крестово-Сдвиженская община города Барнаула и община православных христиан в честь священномущеника Анфима Некомедийского официально зарегистрированы религиозной организацией, осуществляющей свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией РФ. Российской Федерации. Но федеральным законом о свободе совести и религиозных объединениях, положением уставов и отнесении их к сектам, тем более к тоталитарным сектам, противоречат Конституции РФ и федеральному законодательству. Вот и подавились все те, которые выступают, Кеды, Кемеровская епархия. Я просто не связываюсь с ними. Вот документы. И судить будут они, что они ответят-то? Документ. Дальше. Начальник отдела регистрации общественных и религиозных объединений Маковеев. Валерий Иванович Маковеев. И дальше я написал, ну как, эпиграф сказать, считаем. Бытие 26.11. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. Вот я вам отвечаю. Второе законное 21.22. Если в ком найдется преступление достойной смерти, и он будет умер вшлен, и ты повесишь его на дереве. Лука 23.15. И Ирод так же, ибо я посадал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Я обношу к себе. Деяние 23.29. И нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. Вот все. Так, о чем здесь говорится? Суд. Документы. Так, мирские, подожди-ка. Суд. Документы о секте. А так, Дворкин-то насеял, это, Блевотин, это, секта, секта, секта. Вот, пожалуйста, документ никакой секты нет. Там в суде-то, я не должен доказывать, что я не секта. А они должны доказывать. А я просто должен сидеть и ждать, когда суд вырешит что-то. Мне не надо оправданий никаких, ничего. А то я уже сам забегаю вперед. Все на этом. Благодарю. Слава Иисусу Христу. Где тут у меня что-то нажать.